Доброго времени суток, друзья! Приветствую, приветствую вас на игровом канале Восход. С вами по-прежнему я, Михаил Синий. У нас будет небольшой видеоролик, посвященный танку тяжелому, немецкому тяжелому танку 10 уровня Е100, друзья. Но на самом деле, этот данный видеоролик не про него, не про него и не про этот бой, а вообще, вообще, о ситуации, когда у вас всё плохо, всё совершенно плохо, когда у вас ничего не получается. Вы стреляете, не попадаете, противники едут не туда, союзники едут не туда, и всё не так, всё плохо. Никогда не отчаиваться. Нельзя ни в коем случае. Всегда надо играть до последнего. И, возможно, возможно, именно тогда у вас всё получится. Что же, давайте обратимся поближе к этому бою. Разъезд с самого начала не очень хороший. В песчаную реку нам ехать особо-то некуда. Тем более, что довольно-таки много союзников уже полетели под холмы в горы, и туда ехать, ну, смысла не имеет. Можно было бы вниз, но снизу сразу было понятно, что нам контролит японец непробиваемый, плюс ПТХ и вся арта также там. Смысла нету. И в то же самое время никто не едет на центр, чтобы хоть как-то проконтролить всё это дело. Да, ребята. И решаю я немножко задержаться на центре, чтобы проконтролировать. Стреляю, всяких светлячков не попадаю. Всё плохо, ребята. Всё, всё очень плохо. И музыка у нас такая же соответствующая, плохая, грустная, унылая, как и всё, что происходит в данном бою. Но на самом деле ещё только начался, буквально две минутки прошло, постепенно ситуация накаливается, наше всё входит в боевое столкновение, арта раздаёт, по сусалам, так сказать, всем, ну, причём в основном-то, конечно, ихняя, ну, как обычно, да, видим семёрку, семёрку видим, какие-то её небольшие части, не прицелится, ничего никак, девяностик наш погибнет сейчас, бедный, несчастный, его там запрессуют. Мы пытаемся найти хоть какой-нибудь прострел, но никак, никак, друзья. Уже начинаем проигрывать, ещё два-три, вот мы увидели семёрку, опять какие-то её небольшие части, вот вроде бы, вроде бы как, видим мы чарли, носовую её часть, верхнюю в неё стреляем, но не пробиваем. Это семёрка, друзья, это семёрка, это советский, Иосиф Сталин, версия 7-0, да, и пробить его сложно. Вот у нас уже два выстрела, оба неудачных, что-либо ещё делать, непонятно, куда ехать, тоже непонятно, сверху стоят, стоят, стоялого, нам ехать туда вообще не вариант, арта закидает. Снизу вроде как затишье, там все контролят, только появись. Но там показывают, что надо ехать, светить, да, с носовки, оно же, самый-самый жирный светлячок в игре, да, и постепенно всё, всё хуже и хуже, хуже и хуже, хуже и хуже. Но поскольку нас всё больше и больше, арта просит всё-таки помочь, я решаю, что на центре таки, смысла задерживаться особого нету, потому что никто особо и не едет. Я уже хотел ехать вниз, на помощь японцу, и здесь вижу 183-го, ну и решил, вдруг прострел есть, но нет, нет прострела, друзья. Бой уныл, 2-3, но я решаю, ехать вниз, ехать вниз, там умирает наш мигальщик, который всё мигал, да мигал, лучше вместо того, чтобы мигать, переезжала бы, или какую-то позицию занимала, более качественно. Мигать каждый дурак может, а вот стоять нормально, не светясь, это уже, другая, другое дело. Расстрелов нету, мы в свете, кто мы засветил, понятия не имеем, с городом, кидает семёрка нам в борт, тратим ремку, чтобы побыстрее уйти, видите, по мне, накидывает арта, хорошо, что не попадает, вот, ну и здесь я вижу четвёрку, четвёрку советского, высота четвёртого, Иосиф Сталин, версии 4.0, да, Ну и опять-таки, он не в простреле, у него там видно, какие-то части, которые хрен пробьёшь, кидаю на верочку, но рикошет, ничего хорошего, я уже пытаюсь уехать, но мне достает арта, в башню фугаса, да, я радуюсь, радуюсь, главное, хоть 2.61, в меня не попал, ну и всё, еду, наш японец уже полудохлый, всё плохо, счёт 3-4, и как-то, ну, что делать, как быть, что же делать, непонятно, вот, ну поставил свою башню, и нихрена же его не пробить, счёт 3-6, мы проигрываем, ну я думаю, ну всё, печальный бой, вроде бы, ты в топе, вроде как руки не из жопы растут, а ничего не сделал, 0 дамага, 0, всего 0, просто 0, в этом бою ты 0, счёт 4-7, ты ещё ни разу даже ни в кого не попал, всё пытаешься что-то выцелить, и никак, и никак, никак, и никак, и вот здесь, друзья, случается чудо, мы уходим вообще из-за света, в этот момент, ушли из-за света, мы пропали, и тут рандом решил над нами жалиться, друзья, жалиться, и он нам дал плюс 1000 к удаче, плюс 1000 к удаче, четвёрка вражеская решила, что я не уехал, либо ушёл, либо ещё что, и он решил пойти, пойти, вперёд, и тут-то, наконец-таки, мы наносим домашку, счёт 4-9, 5-9, ура, ура, 6-9, постепенно сравниваемся, да, наконец-таки, други, наконец-таки, я думаю, ну, ну, хотя бы домашку нанёс, хоть одну, тут же мне, конечно, в обраточку радует, 261, походу, меня так и выцеливает, бедолага, вот, ну, нанёс мне домашку, нанёс, хороший домашку нанёс, ну, и здесь нас окружает, ну, я думаю, ну, хотя бы с плюшечкой в этом бою, ну, ладно, и тут, и тут, 183-й прибыл к нам на базу, я успею по нему отстреливаться, и забираю его, к чертой мазере, я уже рад, я уже рад, думаю, ну, и пофигу, что проиграем, хотя полтора косаря есть, ура, ура, тут он, появляется, великобританец, мы его тоже забираем, кто-то его испугал, очень сильно, он поехал к нам, ну, и мы его и забрали, шикарно, думаю, ну, вообще липа там, два фрага, двушка, не жалко, уже и сдохну, собственно, поеду вперед, и тут, неожиданно для меня, оказывается, и седьмой стоит, то ли у мамы, позвала борщик кушать, то ли у него еще, что там случилось, не знаю, но я его забираю, плюс мне очень сильно везет, арта промахивается, я тут катаюсь, повернутые башни, думаю, куда, 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 потом вижу хэвика, хэвика, здесь меня опять, снова везет, арта попадает в труп, мне здесь снова везет, я выцеливаю гуслю, стреляю в гуслю, и попадаю в гуслю, оставить целого хэвика, с целым барабаном стоять на гусле, у него, походу, нет ремки, шикарный, на чем он меня забрал бы, японец сейчас его заберет, и счет сравнивается, друзья, счет сравнивается, и уже, уже, уже 11-11, а наверху он катается на 121, он, к сожалению, сейчас сдохнет, бедолага, но мы им ничему помочь не могли, и как бы, они наверху продавили, мы внизу, вроде как, отбились, вот, и счет вроде равный, у них две арты, у нас четыре танка, вроде как, как можно, можно затащить, пытаться выиграть, но всего лишь одно, одно попадание арты, и я сдохну, по крайней мере, от 261, запросто, ну, забирают наши 121, к сожалению, я пишу, чтобы полтинник, как самый быстрый из всех нас, ехал к ним на базу, забирать арту, что он и сделал, сделает, молодец, принял правильное решение, послушался меня, и поехал, поехал, поехал за артой, я хотел, сразу ехал, наверх, пытался помочь 121, но его убили раньше, и я как бы, на полпути застрял, ни туда, ни сюда, а у них, кстати, ЛТ, вот ЛТ меня светит, остался здесь за грядой, чтобы мне, сложнее было арте вражеской, на меня попасть, и вот сейчас, я думаю, что же делать, кумулями стреляет в меня, ЛТ, пробивает меня, там полтинник, стреляет мне в задницу, как видите, немножко выше он взял, черкнул, у меня он зеленый, остался отметина, на задницу, осталось 5 минут, до конца боя, уже 5 минут, я решаю, сейчас резко уехать назад, и спуститься, в низину, в низину, но арта меня, конечно же, палит, как видите, ЛТ меня пробивает, негодяи, своими кумулями, ничего, я ему сделать, такой дистанции не могу, тем более, что он не показывается, немножко выглядывает, я откатываюсь, и здесь мне просто, снова плюс 1000 удачи, я немного раньше, как бы скатываюсь, чем должен был бы, и там обе арты, просто кидают, кидают, просто по траектории, как если бы я двигался, как должен был, мне просто везет, конкера, который никак не может успокоиться, пишет, что я просто должен, их на себя тянуть, да, мне больше делать, то нечего, кронка, как тянуть на себя, я же в бункере стою, железобетон, меня не видно, никак, я должен, снова нахожу, я укрытие, более-менее, хотя бы, хоть какое-то укрытие, от арты, благо, наш полтинник, доехал до вражеской базы, забирает, 261, как самого, 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 такого, злобного, артовода, и ищет теперь уже 55-го, светляк уехал на помощь, на помощь арте, а вот полтинник остался со мной, я его надамажил, надамажил, и вот здесь, друзья, мне просто, я не знаю, ну просто повезло, он меня раз пробил, второй раз снова стрелял голдою, и, и, и не пробил, и первый раз, когда у него просто альфы не хватило, 2 хп мне оставил, 2 хп, а я его, представляете, не пробил второй раз, и вот сейчас он уже не уйдет, как бы он не пытался, дребить, четвертый в копилку, ху, я выдыхаю, прям так, фу, тащим, друзья, тащим, но до конца боя остается, 3, 3 минуты, наш геройский 50б, погибает, в неравной схватке, с артою, и с 62, вторым, который у вас, еще 3 минуты, потратить с пользой, забирает, 50 е, жалуются, что 1% остался, и не добил, да, 1%, ну, ты ему показываешь, что 1%, а так, всего 2 хп, друзья, 2 хп, 2 хп, ну, и мы остались японцем, оба, мы очень тяжелые, очень медленные, и ничего сделать, в принципе, не можем, мы за эти 2,5 минуты, даже до вражеской базы, не доедем, чего наша команда, к сожалению, не понимает, ну, люди не совсем умные, что с ним сделать, если он не мог сосчитать, по времени, что у нас сколько надо ехать, до вражеской базы, и сколько там еще стоит, чтобы ее, собственно, захватить, они этого не понимают, ну, и здесь я обнаруживаю, свечка, стреляю на Верочку, без полного сведения, к сожалению, но здесь мне снова везет, снова плюс 1000 от рандомок, удачи, у меня не пробивает 62-й, снова своим кумолем, два раза стрелял, оба пробивала, и он сейчас 3-й выстрел, уже не пробил, я думаю, ну, наконец-то не пробил, ну, и наш единственный шанс, это убить 62-го для победы, потому что, сами понимаете, что до базы мы не доедем, не то, что там захватить, это единственный шанс, единственный шанс, 50-б, думаю, что меня нельзя пробить, на самом деле, как доказал 62-й, что меня можно пробить кумолем, и хе-хе, но я еду, 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 опасаюсь, конечно, конечно, очень сильно, пытаюсь сильно борт подставлять, но и надежда одна у меня, просто убить, 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 62-й тоже должен понимать, что он не сможет захватить нашу базу, потому что времени уже нет, но сейчас я думаю, что он все-таки решил поехать на базу, не захватить, разворачиваюсь, и сейчас, думаю, развернусь, поеду дефить базу, попытаться, по крайней мере, осталась одна минута, вот он пропадает из-за света, что же делать, как же делать, всякие не очень умные люди пишут, что там база, база, надо базу, не понимаю, что мне так до базы еще минуту-две ехать, и здесь, друзья, плюс тысячек удачи, пятый, плюс тысячек удачи, просто напросто 62-й выскакивает, своей башней, пулькает в меня своим кумолем, не пробивает, а мог бы и пробить, друзья, ну а я на верочку в него пуляю, совсем почти без сведения, и причем в башню, мог и не попасть, мог и не пробить, мог быть и рикошет, но все сложилось так, как сложилось, и мы победили, я затащил, 5 фрагов, 4 400 дамага, и победа, друзья, победа, и еще раз хочу сказать, что играть надо, до последней минуты боя, никогда не топиться, никогда не отчаиваться, никогда не убиваться, а играть до последней минуты, пытаться тащить, и рано или поздно, рандом станет на вашу сторону, и даст и вам, плюс 1000, к удаче, спасибо, что смотрели, и пока.